Добрый день, я Любовь Акельна. Я очень рада всем телезрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство Церкви». Сегодня с протереем Владимиром Волгиным, настоятелем храма в честь Софии и Премудрости Божьей, что в средних садовниках города Москвы, мы продолжаем разговор о божественной литургии. Добрый день, я Тесла Владимировна. Добрый день, Любовь Серпиевна и дорогие телезрители. Я очень рада возобновлению наших программ, так же, как и наши телезрители. В прошлой передаче, знаете, я получила огромное удовольствие и сама очень рада, что имею возможность с вами беседовать. Да, ну вот, Любовь Сергеевна, возвращаясь к нашей теме божественной Евхаристии, вот мы остановились, как мне помнится, на словах «Милость мира». Я постарался объяснить всем тем, кто слышал нас, что это есть милость от Бога, милость примирения, которую не спасла Бог человечество через ту спасительную жертву, которую Господь Иисус Христос принес через распятие, искупление нашего первородного греха, через смерть, воскресение, через открытие Царствия Божьего для каждого из нас. А уже потом, в день Пресвятой Троицы, в день рождения Церкви, не спаслал Духа Святого на своих учеников и тем самым осветил Церковь, земную, связанную с небом непосредственно. Милость мира – жертва хваления. Что же это за такая жертва хваления? Вот как раз то, о чем мы с вами говорили, что нельзя во время божественной Евхаристии, как мне кажется, плакать о своих грехах, грустить о своей жизни, часто не соответствующей христианскому образу жизни. Мы можем, ну, отчасти только сетовать на это, чувствовать себя недостойными этой милости Божией. Но, тем не менее, та жертва, а какая жертва? Вот у нас дары стоят, хлеб и вино, которые приносятся в жертву, и которые становятся потом телом и кровью Господня. Это жертва хваления. То есть мы должны хвалить Бога, благодарить Бога за то, что Он установил вот эту божественную литургию, Евхаристию, благодарение, за то, что Он даёт нам приобщиться с себя, за то, что Он притворяет хлеб и вино в своё тело и кровь. – Те, Владимир, прошу прощения, я перебью. Мне кажется, что думать, вспоминать о своих грехах, ну, можно в том смысле, что мы исповедали этот грех, что Господь нам дал возможность накануне, в субботу, на все ночные Его исповедать, дал возможность нам осмыслить свои грехи, понять, исправиться, что вот мы эти грехи действительно оставляем в прошлой жизни. – Да, конечно. Да, но я думаю, что даже думать об этом не надо. Почему? Потому что Господь простил нас. Мы освобождены от тех грехов, которые мы исповедовали Господу через священника. Зачем нам об этом думать? Мы пришли чистые, как младенцы чистые, в божественной литургии. Для нас уже прошлого нет. Для нас есть настоящее. И будущее только в приложении святых даров, в присуществлении святых даров и в будущем нашем причащении этих святых даров. Поэтому мы... Все, покаяние уже сзади, покаяние уже в прошлом. А сейчас мы живем настоящим и приносим жертву хваления. Благодарим Господа за эту жертву. И что же священник, после того, как хор воспел эти слова, он оборачивается лицом к прихожанам, к миру человеческому и восклицает такой возглас. Тоже надо вдуматься в этот возглас. Это же не просто возглас, не просто слова. Может быть, о высоком. Но это действительно то участие во время этого таинства Божественной Святой Троицы. Что говорит священник? Оборачиваясь лицом к миру, к приходу, он благословляет приход и говорит «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любви, любовь Бога и Отца и причастие, то есть приобщение к Святому Духу и причастие Святаго Духа будет со всеми вами». То есть вы иначе становитесь соучастниками в жизни Пресвятой Троицы, потому что благодать Господа Иисуса Христа с нами, любовь Бога Отца, которая излилась на мир через Господа Иисуса Христа и причастие Святого Духа, без которого не существовало бы то, что существует в этом мире, будя со всеми вами. Вы чувствуете, да? Да. Какие невероятно высочайшие слова и какая невероятная любовь через эти слова изливается на душу каждого человека божественная любовь. Божественная любовь. Вот представьте себе, нам, нам, ну кому-то из нас, предположим, президент Российской Федерации передает поклон и привет. Присылает телеграмму. Радость великая. Да, 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 что я с вами, я благословляю ваши труды, я радуюсь вашим трудам. Я никогда не отступаю от вас. Вы мне дороги как человеку, который любит вас. Как мы отнесемся к этому? Конечно, мы отнесемся к этому с величайшим восторгом. Восторгом. Вот я помню такой эпизод в своей жизни, он может быть незначительный эпизод, но эпизод, который меня удивил, потряс. я никогда особенно не делился вот этим эпизодом, но когда я служил в Курской в Курской епархии, и тогда еще раньше совершилось и произошло знакомство со святейшим патриархом Алексеем покойным, вторым, вот, вдруг я приехал, мы с матушкой приехали на некоторое время, на короткое время, в Москву, и у меня был день рождения, звонок, и я к удивлению, к восторгу, к восторгу, к потрясению своему, слышу, я не помню, матушка, кажется, подошла к телефону, вот, может быть, кто-то другой, может быть, дочь, оказывается, звонит патриарх Алексей, и поздравляет меня с днем рождения. Ой, как это трогательно и приятно. Да, это было для меня величайшим потрясением, удивлением, это, я затаил дыхание, я замер от этого. А вы уже были знакомы с патриархом, да, в это время, лично? Да, 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 он домой позвонил, мне, и поздравил, да, да, сколько зовут? Вот, это человеческое, да, конечно, облагодатствованное священным саном, архиерейским, патриаршем саном, безусловно, это ощущение еще больше значимости, да, предавало то, что он патриарх, царь церкви, царь церкви. А здесь сам Господь, он говорит, благодать Господа нашего Иисуса Креста и любовь Бога Отца и причастие Святого Духа будет со всеми вами. Мы, к сожалению, черствы, мы окаменелы, мы глазами видим и не видим, слухом не слышим, потому что окаменелось сердце наше. Но если вдуматься в том ракурсе, в котором я говорю, сосредоточить себя на этом, то, безусловно, поражаешься этой любви, которая, безусловно, не сравненно выше, чем патриаршая любовь, президентская любовь, царская любовь, любого человека в мире, превосходящая любовь. И вдруг и любый Бога и Отца любовь и причастие Святого Духа будет со всеми вами. Конечно, это должно было бы нас сотрясать, потрясать и понимать, насколько милосердно, насколько глубока, широка пронизает все наши составы любовь божественная, который сотворил небо и землю. весь этот мир нас сотворил. И нас, несмотря на то, что мы каждый день свидетельствуем Богу о своем отступлении от Него через нарушение заповедей Божьих, он говорит, и любовь Бога и Отца священник произносит, утверждает это, будя со всеми вами. Это же удивительно. Вот я думаю, что мать так не любит свое дитя, как любит нас Господь. И его любовь, безусловно, несравненно ни с какой любовью человеческой. Эти слова наполняют нас, эти слова сосредотачивают нас, эти слова вообще в принципе приводят или должны приводить каждого человека в трепет. А может быть, не всегда мы это ощущаем как должно, потому что пощупать не можем. Если президент нам там грамоту пошлет, мы ее в рамочку и повесим. Святейший позвонил, но это все-таки звонок, он все-таки вещественен. Может быть, не всегда мы просто привыкли к подаркам, как вы говорили, да, к каким-то вещественным, может быть, не в состоянии просто еще понять вот этот невещественный подарок? Я думаю, что это связано с огрубелостью нашего сердца и души. Если мы проанализируем свою жизнь, то мы можем встретиться и увидеть огромное количество подарков, которые Господь нам подарил в нашей жизни. Когда-то Он нас спас от смерти, когда-то исцелил от болезни, когда-то предотвратил несчастье, когда-то еще что-то сделал, когда-то Он принес себя в жертву ради нас. И каждый день Он дает возможность причащаться Его тело и крови Господней. Если все это содержать в уме, если все это содержать в сердце своем, расчищая свою душу от грехов через исповедь и умягчая свое сердце и душу молитвой, то мы сможем вполне и преизбыточественно почувствовать, что значит божественная любовь по отношению к нам. Дары его невозможно перечислить и невозможно переоценить. Больше, чем дары любого человека в этом мире. И вот благодать Господа нашего Иисуса Христа и любого Бога Отца и причастия Святаго Духа будет со всеми вами. И священный лик хор поет и со Духом Твоим. То есть с Твоим Духом тоже, чтобы эта благодать и любовь пребывала и причастие Святого Духа с Тобой первопредстоятелем в Церкви, со священником, с архиереем, с Патриархом, который сейчас возглавляет Божественную Литургию. Это тоже, обратите внимание, это тоже проявление человеческой любви, проявление христианского прихода православного по отношению к своему предстоятелю. Тоже желание того же добра, который они сейчас получили при том возгласе, о котором мы так много с вами говорили. – Друзья, позвольте вопрос, его задают, кстати, часто, ну, мне, по крайней мере, и просят вас узнать, все же православные сейчас склонны разделять литургии на обычные, приходские, где священник и на архиерейские, и считается, что архиерейские службы более полновесные, более благодатные, но особенно если патриарх это так, или мы здесь все же в неправильном рассуждении находим, что все литургии божественные благодатны в одинаковой степени. – Ну, вот с точки зрения того, что происходит во время таинства, они одинаковы. и патриарх служат, прилагаются дары, хлеб и вино преосуществляются, да, в тело и кровь Господню, и архиерей тоже самое, и священник тоже самое, через него совершается то же самое таинство, но правда, нельзя забывать очень важные вещи, что мы, священники, совершаем божественную литургию по благословению правящего архиерея. – В Москве это патриарх? – В Москве это патриарх, значит, по благословению правящего архиерея, которым является патриарх. Без его благословения мы не могли бы совершать божественную литургию. И древняя церковь, древняя церковь, она ограничивала права священника и даже архиерея. Вот, если он ехал в другую епархию и сослужил в другой епархии без благословения правящего архиерея, то он мог быть запрещен вот как в священнослужении. Вот, что значит архиерей. Но это не значит, что архиерейская служба особо благодатная. Да, это полнота. Полнота церкви. Без архиерея нет священника. Без архиерея нет церкви. Без архиерея не сможет совершаться эта жертва, о которой мы с вами говорим. Но пока архиерея есть, значит, есть мы. и пока архиерея есть, значит, равное приосуществлении, приложение даров происходит так же, как и у патриарха, и у архиерея, и у священника. Спасибо. И дальше горе имеем сердца, возглашает священник. Горея. Горея. Горнее. Царство Божие. Горний мир. То есть мы должны помышлять вот в это время, чтобы сердца наши вознеслись только в горнее. Только бы помышляли о Царстве Божьем. Только бы помышляли о святом. Только бы находились в молитве. Так же мы читаем апокалипсис. 24 престола, старцы святые, которые все время воскресают и день, и ночь. Свят, свят, свят Господь Саваоф. И вот все те, кто присутствует во время Божественной Литургии, они должны преисполниться словословие словословие Богу. Благодарение Богу за то, что его сейчас совершается, за то, что мы сейчас в это время, в это мгновение уже находимся в Царстве Пресвятой Троицы. То есть в Царстве Божием, в котором и через которое совершается это великое Таинство Таинств Божественной Литургии. И хор как выражает чаяние, а лучше сказать чувство прихода, чувство прихожан. Если бы не хор, то все бы прихожане воскликнули имму и ко Господу. А по идее вообще все должны же воскликнуть вот это да, да, конечно, конечно. Но если я не воскликнул, то во всяком случае я должен быть полностью адекватен и солидарен этому возрусу имму и ко Господу. То есть я имею. То есть с хором мы должны вообще-то да, подпеть хору, соучаствовать. соучаствовать, да. И дальше священник возглашает благодарим Господа. благодарим Господа за то, что Ты, Господи, совершивший вот этот крестный подвиг, даровал нам это величайшее таинство из таинств Евхаристия. За то, что мы сейчас находимся в Твоем Царстве. за то, что все помышления от нас об этом мире, о суете этого мира отступили. И я, как сознательный христианин, уже не хочу участвовать в жизни этого мира. Я хочу участвовать, Господи, только в жизни Твоего Царствия, Царства Пресвятой Троицы. И поэтому, Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты меня, нас сегодня в эту минуту, в этот час собрал и соделал нас участниками Божественной Евхаристии, молитвенными участниками. И мы своими молитвами, благодаря Тебе, участвуем в этой жертве. Потому что, по большому счету, каждый христианин, апостолом Петром, он называется царственным священником. Каждый из нас несмотря на то, что не стоит перед престолом божественной славы, является священником, то есть священно служителем Бога живого, Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Спасибо большое, батюшка дорогой. Я надеюсь, что у нас с вами не будет больше таких перерывов, и мы будем радовать наших телезрителей такими замечательными программами. Спасибо вам сердечно. Спасибо. Аминь. кто любит наше телевидение, кто считает телеканал Союз настоящим общественным православным каналом, помочь ему, чтобы вещание наше не прерывалось, и принять участие в программе, которая называется Союз Марафон, который направлен на то, чтобы собрать денежные средства и погасить нашу задолженность перед вещателями. Еще раз сердечно благодарю всех, кто был с нами, кто смотрел нашу передачу, и жду вас каждую субботу в 13 часов по московскому времени. Еще наша программа повторяется в пятницу утром, в 3 часа утра. Кому-то, может быть, интереснее смотреть, именно в это время удобнее. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова